приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы канал находится и базируется в городе измаил это юг украины и юг одесской области и я вот отвечаю уже теперь на вопросы как я высаживаю клубнику и что это за клубника а это клубника диамант уже много лет я его так сохраняю как я ее размножаю сейчас я вам покажу своеобразный мастер-класс чуть-чуть другая форма вазона но вот эта клубника вы уже видели у нас она в апреле начинает плодоносить и потихонечку продолжает до практически морозов именно благодаря тому что вот эти у нас вазоны они имеют объем 7 литров и можно и больше но носить тяжело переносить тяжело и в этом в этом объеме вот по одному растению очень хорошо эту клубнику выращивать и всегда ягода чистая красивая удобно переносить при погодных условиях различных защищать в теплицу переносить на зиму вот таким образом у меня клубника растет целый сезон но а начинается с сезон сейчас я вам покажу мы с александром федоровичем подготовили своеобразный мастер-класс как мы это все делаем специальный вазон и сейчас именно в июне в июле нужно выбирать лучшие дни и делать вот такую посадку уже сейчас на следующий год чтобы получить вот такую клубнику нужно сейчас этим заниматься ну что ж давайте рассмотрим это на примере чтобы вы видели что я ложу как вы спрашиваете когда что я делаю давайте этот вопрос рассмотрим более детально как я высаживаю отвечаю на этот вопрос который обещала ответить смотрите вот это ваза здесь идет 7 литров объем для клубники очень хорошо 7 и чуть чуть больше маленькие объемы это плохо очень мало беру вот это есть сейчас везде и всюду это полистирол строительных различных кстати товары какие-то где-то продают допустим в магазине где телевизоры электронику вот это все упаковывается его можно купить и можно купить в строительном магазине это есть доступно что это дает мне во первых это тепло во вторых не сильно жарко будет корни а в третьих вот это не имеет никаких если бы у меня были раньше окатыши если вдруг растение было больное все равно что берешь заново на него на нем собираются споры грибковых заболеваний а здесь очень хорошо думаю достаточно здесь есть обязательно отверстие и его сделали мы и вот таким образом мы уложили вот этот полистирол ну а теперь дерновая земля обязательное условие должна быть питательная садовая дерновая земля и 70 процентов и плюс 30 процентов кокосового субстрата обязательно кокосовый субстрат тем более у нас это суглинки даже дерновая земля все равно качество суглинок вот я перемешиваю хорошенько для того чтобы была такая хорошая структура пор не могли дышать и теперь вот эти куски можно снова же вниз вот это все положить а теперь наполняю только вот это вот смесь почва смесь очень хорошая на сдущий и очень важная земля поэтому вот таким образом у нас так вот эти штучки очень хороши тоже для корней наполняю все 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 вот эту емкость чем больше вот так вот структура будет лучше камней так закладываем все конечно сажите много земли но я же хочу чтобы у меня видели какая красота растут растет клубника весь сезон начиная с раннего периода так она у нас вот так я ее уплотню прижму чтобы уплотнилась так ну что я по центру посажу клубнику сейчас мы увидим с вами какую клубнику у меня уже рассада есть мы сейчас ее будем высаживать смотрите здесь в горшке осталось вот под дождем это плохо естественно заберу заберу потому что не могла раньше этого сделать из-за того что у меня вот видите рассада рассада и нужно было сразу три горшка тащить значит что я делаю именно если появляются усики 1 2 усика оставляю от этой клубники это маточный куст у нас посмотрите это пошло сюда это много конечно здесь два кустика поэтому я беру здесь обрезаю вот этот косик и сейчас его буду забирать а еще не могу надо и здесь обрезать вот так вот что надо будет отнести уже под навес и вот эту клубничку тут и травка у нас есть какая-то достаю ох корни уже какие хорошие очень много три штуки это много для вот этого самое больше это две штуки и земляника и клубника лучше конечно один кустик тогда он хорошо разрастается это у меня диамант вот это да вот это корни конечно сильно запустила немножко но я хотела очень вам показать как я это делаю вы смотрите я эти длинненькие не обрезаю даже вот этот обновлю и сейчас мы с вами пойдем и будем высаживать идемте идем туда к нашему горшку где можно было сюда принести но в данном случае у нас такая ситуация быстренько между дождями мы делаем вот эту пересадочку сегодня у нас знак девы для тех кто для винограда очень хорошо для клубники хорошо пересаживать укоренять очень хорошее время делаю вот такое как можно больше выемку я сейчас вижу уже сколько у меня корней эти надо чтобы все эти корень корешки были внизу не наверху а внизу так есть такое дело здесь тоже самое расширяем вот вот таким образом в разные стороны должны быть корешки так наверх тебе нельзя ты должен быть внизу вот так вот и теперь присыпаю особо заглублять нельзя вот таким образом потом еще досыплю здесь будет сухо а вот это почему я не обрезала я вот эти корешки ставлю землю я их кстати оставляю почему я их оставляю из них идут питательные вещества в само растение сильно глубоко нет нормально не заглубляем должна быть вот это вот эта часть сюда пойдет вот теперь вот так вот здесь у нас нормально эти сердечко у нас видно очень хорошо все наверху видите новые листики образуются корневая система у нас хорошая вот не подкармливаю сейчас не поливаю ничего не делаю дерновая земля здесь очень хорошо и тем более я после пересадки никогда никаких подкормок не делаю очень важное добавление дополнение после посадки где-то через три-четыре дня я обязательно использую полив триходермином трихофит триходермин развожу вот жидкий триходермин трихофит 200 миллилитров на 10 литров воды и в каждую вот эту посудину вливаю обязательно по полтора литра вот этого раствора потому что сейчас и влажность и корневые гнили очень активно развиваются и прохладно было бывали такие прохладные периоды поэтому нужно обезопасить от споры грибковых заболеваний от корневых гнили нашу клубничку в открытом грунте как раз этим сейчас активно занимаются грибковые заболевания уничтожая клубничные растения поэтому вот это сначала будет а затем уже будет и подкормочка подкормочка фосфор калий для того чтобы хорошо образовывались корни это важное дополнение хочу чтобы это обязательно тоже использовали для того чтобы ваши растения были здоровы этот полив проводится один раз после посадки а затем уже нет необходимости можно перед зимой еще сделать вот такой полив для того чтобы корни не корнями они же у нас в открытом грунте чтобы если что-то и попадет то корни смогут быть здоровыми потому что триходерма поможет избавиться от вражеских захватчиков которые очень любят пожирать корневую систему клубники мы с вами рассмотрели как высаживается пересаживается практически просто времени не было я тогда отводочек то есть усик просто-напросто установила в горшок и он там укоренился а лучше всего все-таки делать так вот изначально заготовить горшки вот эти вазоны и вот усик направить именно там где будет расти клубничка в данном случае я решила здесь пошире горшок вазон будет две клубнички но одна недоставала высота ее была длина усика была короче поэтому я сделала такой горшочек земельку и поставила для укоренения и потом будет пересажена его с другой стороны чтобы было красиво и место здесь больше чтобы нормально клубника себе чувствовала вот таким образом тоже можно это лучший вариант но в данном случае если у вас в горшочках есть рассада или просто выкопали рассаду из земли в открытом грунте вы можете сейчас это сделать хороший усик хороший здоровая вот это первая розеточка очень важно первую розеточку далее не пускать видите она у меня обрезана вот и вот эта розеточка будет очень хорошей здоровой и плодородной она будет хорошо затем укорениться и мы будем рассказывать что и дальше мы будем еще какие подкормки делать но я не увлекаюсь далее будет жара поэтому будет только полив и вот такая тема видите разные варианты мы вам показали можно пересадить можно сразу в вазон посадить вот такую конструкцию придумать можно в горшочек или из земли варианты есть разные или вы купили допустим хороший и очень важно чтобы это были ремонтантные сорта но также можно и просто с огорода для того чтобы снять урожай а затем пересадить вот это растение как я делала в прошлом году просто-напросто пересадила их уже весной после плодоношения в начале лета в землю и растение продолжало это уже был маточный снова же кост он хорошо образовал много усиков и розеточек и после себя оставил хорошее потомство ну что же раиса горяченко и александр волик ответили на вопросы каким образом можно посадить розеточки с усиками или без усиков в вазонах для того чтобы получать в апреле очень рано и причем замечательный хороший вырожай богатый вырожай клубничных ягод мы прощаемся с вами всего вам самого доброго желают раиса горяченко александр волик до новых встреч в новых видео